Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. В 1898 году в России началась подготовка к полярной экспедиции. Во главе этой экспедиции стал адмирал Макаров. Он был страстным сторонником исследования Арктики. Макаров считал, что Арктику необходимо исследовать на специально подготовленных для этого кораблях, на ледоколах. И на своей лекции в географическом обществе, которая называлась «К Северному полюсу напролом», он говорил так. «Я знаю, как можно достигнуть Северного полюса. Надо построить ледокол такой силы, чтобы он мог ломать полярные льды. В восточной части Ледовитого океана нет льдов ледникового происхождения. А следовательно, ломать такой лед можно. Нужно только построить ледокол достаточной силы». И первые ледоколы, похожие на сегодняшние, только-только начали появляться тогда. Во главе с адмиралом Макаровым была создана специальная комиссия, которая разработала требования к такому кораблю. И вскоре на английской верфи «Австронг Уитворд» был построен первый в мире арктический ледокол «Ермак». Ледокол с успехом поработал в Финском заливе, ломал льды для кораблей. Но главная его задача была впереди. На 1899 год была запланирована экспедиция на север, в Заполярье, к Шпицбергену. Газеты с интересом наблюдали за подготовкой к этой экспедиции. И одна из таких газет попала к молодому 25-летнему морскому офицеру, который служил очень далеко на Техоокеанском флоте. И он немедленно дня написал адмиралу Макарову письмо с просьбой зачислить его в команду экспедиции. Тут надо сделать небольшое отступление. К началу 20 века, конечно, эпоха великих географических открытий давным-давно прошла. Но вот сами географические открытия еще не закончились. Книги о путешествиях и приключениях были очень-очень популярными. Роман и Жюли Верна, Джека Лондона, Майн Рида, зачитывались гимназистами просто до дыр. Дети со всей России мечтали убежать в Африку на поиски приключений по следам доктора Левингстона. Помните, например, сказку про Бармалея? Там же основная фабула в том, что Таня и Ваня сбегают от родителей в Африку. И если вы никогда не задумывались, почему Чуковский выбирает такую неожиданную завязку, то вот ответ. Это совершенно нормальная завязка для того времени. В разных воспоминаниях реально то и дело встречаются истории о том, как кто-то в детстве пытался сбежать из дома в Африку. Когда гимназисты взрослели, они, конечно, могли отправиться в Африку путешествовать, чтобы реализовать детскую мечту. Например, Гумилев так сделал, да? Но вообще-то в то время на планете Земля еще оставались белые пятна. Места, где не ступала нога человека. Где можно было открыть остров и назвать его своим именем. Или именем любимой. И это, конечно, Арктика и Антарктика. И они невероятно притягательны. Ну, как сейчас Марс примерно. Кто же первый воткнет свой флаг на Южном и на Северном полюсе? Буквально за несколько лет до начала нашей истории великий норвежский полярный исследователь Фритьев Нансен пытался достичь Северного полюса на специально подготовленном для этого корабле под названием Фрам. Но у него не получилось. Кто же будет первым? Часики-то тикают. Но еще важнее, чем символическая установка флага на Северном полюсе, было бы открытие суши под северными льдами. Потому что на юге же есть континент Антарктида. На севере вот есть, например, Гренландия, которая уходит подо льды. И в то время существовала теория о том, что подо льдами в Арктике есть еще один северный континент. Для него даже придумали специальное название – Арктида. И открыть континент – это не то, что открыть остров. Ну, очевидно, если Арктида действительно существует, то это последний континент на планете. В общем, все это жутко интересно и захватывающе. Вернемся к нашему молодому лейтенанту на Техоокеанском флоте. Александр, похоже, с детства мечтал о путешествиях. Он учился в гимназии плохо, даже остался на второй год. И родители перевели его в морское училище. И вот там как раз юноша радикально изменился. Занимался очень добросовестно. По окончании стал первым в выпуске. И он служил на флоте. Проявил себя блестящим офицером. Но интересы его всегда простирались дальше, простой военной службе. На Техоокеанском флоте он производил наблюдения и измерения. И даже написал научную статью по гидрогеологии. И эта наука гидрогеология стала его основным научным интересом. И вот, когда он узнал о готовящейся экспедиции на ледоколе Ермак, он попросился в нее. Но, к сожалению, получил отказ. Команда ледокола была полностью укомплектована. Многие слушатели, конечно же, догадались, какую фамилию носил этот молодой офицер. Для всех остальных музыкальная пауза. Молодого лейтенанта флота звали Александр Васильевич Колчак. И экспедиция ледокола Ермак, даже не одна экспедиция, прошла с некоторым успехом. Но это были не единственные экспедиции, которые готовились покорить Арктику. Тут у нас в истории появляется барон Толь, ученый, геолог и путешественник из прибалтийских немцев. Ему 42 года. Он такой худощавый, с роскошными усами. И он уже бывал в полярных экспедициях. В 1885 году он с экспедиции под руководством полярника Бунге побывал на Новосибирских островах. Это очень-очень далеко. Это за Таймыром. Они находятся примерно на долготе Сахалина, дальше только Чукотка. И вот, когда он делал наблюдение на самом северном из островов, он увидел далеко на севере очертание столовых гор. И это определенно была земля Санникова. Слышали такое название? Был такой советский фильм, даже снятый по книге «Земля Санникова». Это легендарное место. Эти земли до этого видел русский купец по фамилии, собственно, Санников. Но никто до этих мест никогда не добирался. И были разные свидетельства о существовании этой земли. Например, если понаблюдать за северными перелетными птицами, то можно было видеть, как они осенью летят на север, а не на юг. И возвращаются через полгода с потомством. Значит, они где-то зимуют. И значит, там должно быть относительно тепло. И как бы это ни было, вот эту новую землю, остров, архипелаг, островов или даже континент необходимо открыть. Открыть и, конечно, сделать российским владением. Потому что и канадцы, и шведы не дремлят и так и видят, как что-нибудь к своей стране присоединить. А представляете, если это реально будет целый континент под всеми северными льдами. В общем, Толли убедил великого князя Константина Константиновича в том, что необходимо провести экспедицию. Открыть землю Санникова и воткнуть там русский флаг. Константин Константинович – это очередной родственник царя. Как вы помните, их была целая куча. Всех следовало куда-то пристроить, на какие-то приличные места. И вот Константин Константинович был президентом императорской Санкт-Петербургской академии наук. Константин Константинович эту идею поддержал. Толли был назначен руководителем экспедиции. Ему дали большие средства на организационные расходы. Нужно было собрать команду. Капитаном корабля был выбран Коломейцев, опытный полярный моряк. И чтобы набрать остальную команду, Толли обратился к адмиралу Макарову, как раз который на ледоколе Ермак штурмовал Северный полюс. Он попросил у адмирала Макарова, чтобы тот посоветовал ему толковых ученых, моряков для экспедиции. И Макаров вспомнил письмо с Тихоокеанского флота и публикацию молодого офицера. Гидролог в этой экспедиции был необходим, и Александра Колчака вызвали в столицу. Помимо Толля Коломейцева и Колчака в экспедиции также участвовали лейтенант Матисон, картограф, зоолог Белыницкий Бируля, астроном Зейберг, доктор Вальтер и команда из 13 матросов с ботсманом и поваром. Экспедиция обещала быть очень важной в научной смысле. К ней присматривались ученые-полярники всего мира. И конкуренция хоть и была, но и была еще поддержка между полярниками всего мира. Вот Фритя Фнансен выступал на заседании Географического общества в Петербурге. Он полностью поддерживал идею Толля и даже посоветовал Толлю приобрести корабль у северных китобоев. Такие корабли были прекрасно приспособлены к плаванию среди льдов и даже к зимовке во льдах. В Норвегии купили трехмачтовый барк Харальд Харфагер. Провели ремонт, укрепили его, сняли лишние реи паруса и назвали Заря. Нансен так напутствовал Толля в письме. «Пусть льды никогда не расходятся под вашими санями. Пусть Заря находит свободную воду, чтобы могли с полным успехом вернуться к себе на родину. Как я буду рад опять пожать вам руку. До скорого свидания, ваш преданный друг Нансен». Надо сказать, что финансирование экспедиции было действительно выше всяких похвал. Гидролог экспедиции Александр Колчак заказал новейшее научное оборудование в Англии, Швеции и в России. И это, кстати, очень важно, потому что подготовка велась в большой спешке. И в свое время, например, сам Нансен жаловался, что вот ему не хватало тех или иных приборов. И Колчак даже съездил в гости в Норвегию к Нансену для получения консультаций. Оборудование, конечно, важно, но еще важна еда. Интересно, да, что же ели полярники тогда? Во-первых, конечно, они ели консервы, мясные и овощные. И да, консервы тогда уже были. Больше того, при подготовке экспедиции были оборудованы продовольственные склады. И один из этих складов остался неиспользованным. И его вскрыли советские ученые только в 1974 году. Они открыли эти консервные банки, изучили их и пришли к выводу, что еда все еще пригодна в пищу. Но одними консервами сыт не будешь. Что они еще ели? У них была крупа, гороховая, овсяная. У них была мука. У них была сушеная рыба. У них было сало, шоколад, водка, разные другие алкогольные напитки. Еще пимикан. Пимикан – это таким особенным образом приготовленное сушеное мясо с жиром. Его использовали североамериканские индейцы. Оно казалось очень удачным рецептом. Все полярники тогда использовали его в путешествиях. В общем, пока что все прекрасно. Но вот в то время не была урегулирована одна важная деталь, которая в результате привела к некоторым печальным последствиям. Даже чуть ли не гибели. И я говорю о распространенной проблеме в коллективе. О субординации. Как вы, может быть, заметили, во главе экспедиции стоял штатский барон Толь. А капитаном корабля был военный моряк, лейтенант Коломейцев. И до отправления судна вопрос о том, кто главный на корабле, не был решен. И сам Колчак, например, писал об этом вот что. Коломейцев настаивал на выяснении и точном определении прав и положении его как командира судна по отношению к начальнику экспедиции. Я лично мало интересовался этими вопросами, считая их лишними. И полагая, что все мы делаем одно дело и связаны одними идеями и желаниями. И можем обойтись без формальных бумаг и инструкций. Последствия, однако, показали, что эти вопросы имели большое значение и отразились на ходе всей экспедиции. Знакомая история. И я вам рекомендую, если вы собираете команду, для какого-нибудь дела сразу прояснять, кто главный и у кого какие обязанности. Вот они этого не прояснили. Ну ладно, короче, пора отправляться в путь. Но есть еще одна маленькая история, которую я вам хочу рассказать перед отправлением. В этой истории, помимо мужчин, есть еще и героиня. И зовут ее Софья Амирова. Софья – это невеста Колчака. Очень симпатичная, темноболосая женщина с выразительными глазами. Говорят, она обладала очень твердым характером, который ей пригодился годы спустя. Она была хорошо образована и, кажется, жениха своего очень любила. Позже в эмиграции и воспоминаниях она так писала о нем. «Все же лучше понимать, чем я, своего бедного, замученного мужа, никто не мог. Мы были люди одного поколения, одного круга. И самая деятельная пора его жизни прошла на моих глазах». Александр Васильевич и Софья Федоровна решили пожениться, когда он вернется из экспедиции. А экспедиция должна была продлиться два года. Ну, в общем, все. Теперь отправляемся. 8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Провожало их не так много людей. В основном это были родственники, друзья, ученые. Заря проплывала через Финский залив, через Балтийское и Северное море, окружила Норвегию. И последнюю остановку сделана в Александровске на Мурмане. Сейчас это город Полярный. Горно-Мурманска тогда не существовало вовсе. Большой незамерзающий порт был построен в Торопях во время Первой мировой войны, чтобы принимать грузы от союзников. В Александровске на Мурмане экспедиция еще раз пополнила запасы угля. Там, на севере, еще не успев уйти от населенных пунктов Российской империи, возникли первые стычки между капитаном корабля и начальником экспедиции. Во время отпуска на берег двое матросов напились, устроили дебош и были невиндленно уволены. И капитан Коломейцев, кадровый офицер, считал себя главным на корабле и высказывал претензии Толлю за мягкость при обращении с командой. Потому что Толь называл офицеров не по чину, а по имени-отчеству. А самого Коломейцева вообще считал чем-то вроде водителя такси, которое должно было его доставить на землю Санникова. А Коломейцев же, будучи классическим русским морским офицером, считал, что без дисциплины и без телесных наказаний команду держать в поминовении нельзя. И это, конечно, претило Толю как интеллигенту. Вообще время телесных наказаний уже практически прошло. Через четыре года они будут отменены и в армии, и на флоте. И вообще уже это какой-то прошлый век, бить людей. Толь он ученый, он как бы прогрессивный человек. В общем, на этой почве у них возникали конфликты. И тут важно рассказать вот о чем. Сделаем небольшой экскурс в сторону, потому что это важная история с большими последствиями. На самом деле характер и поведение русских морских офицеров, особенно на самом престижном Балтийском флоте, было притчей в языцах. Для срочников попасть на Балтфлот было самой ужасной перспективой. Офицеры относились к матросам как к скоту. Держали их в постоянном страхе. И я так уверенно об этом говорю, потому что вот передо мной всеподаннейший отчет морского министра за 1912 год. И оттуда можно узнать очень много интересного. Наказания, которые там описаны, были жестокими, часто слабо мотивированными. Проступки рассматривались специальными военно-морскими судами, что не добавляло, как вы понимаете, прозрачности процедуре. Вот привожу вам пример. Офицер приказал матросу пойти и вымыть гальюн. Если матрос будет хамски, хотя и без оскорблений, держаться, то есть что это? Это не оказание с намерением должного начальнику уважения, то его можно посадить в тюрьму на срок от 1 до 4 месяцев. Если он при этом еще оскорбит офицера, то он получит до 4 лет заключения в крепости. Если он ударит офицера, то его ждет каторга на срок от 12 до 20 лет. И награжданки столько давали вообще-то за серию убийств при отягчающих обстоятельствах. Теперь представим, что матрос ответил. Слушаюсь, ваш благородие, козырнул, ушел, но гальюн не вымыл. Если начальник решит, что это было сделано от общего раздолбайства, то есть по нерадению в терминологии того времени, то матроса ждет до 4 месяцев тюрьмы. Если начальник заподозрит неповиновение, то матросу можно дать до 16 месяцев заключения в крепости или до 3 лет дисциплинарного батальона. А если же матрос вовсе не покажется на глаза офицеру, тихо спрячется в трюме, ему можно дать 2 месяца тюрьмы за уклонение от служебных обязанностей. Теперь еще представим, например, что в то время, как офицер отдает приказание нашему матросу, другие матросы, типа, стоят рядом и недовольно так перешептываются. Это знаете, что такое? Это ропот, произведший беспорядок. То есть 2 месяца тюрьмы. В общем, служба на флоте для матросов была просто ужасом. Одна десятая часть всех матросов отправлялась на каторгу. Просто вдумайтесь в это число. На Балтийском флоте дисциплина была строже, чем на Техоокеанском и на Черноморском. И морские офицеры считали, что так и надо, и что по-другому с нижними чинами работать нельзя, что они быдло, что их надо бить, унижать и сажать по любой провинности в карцер. Иначе толка не добьешься. И итог, как вы, может быть, догадываетесь, был просто ужасающим. Как только в 1917 году власть зашаталась, то сразу же матросы Балтфлота устроили просто страшную, кровавую резню офицеров. Прямо в марте, прям сразу, погибло более 100 офицеров, включая командующего Балтийским флотом. А матросы Кронштадта, как известно, стали наиболее непримиримыми революционерами и сторонниками самых радикальных социалистов, то есть большевиков. Короче, вы поняли, к чему я клоню, да? Характеры лейтенанта флота Коломейцева и штатского геолога Толя не совпадали вообще. Начальники ссорились. Коломейцев даже не пускал Толя на капитанский мостик. Говорил, что у него дурной глаз. В результате на вот этой стоянке в Александровске на Мурмане Толь заявил, что он увольняет Коломейцева и что капитаном становится Матисон. Коломейцев заявил, что он вообще-то не очень-то и хотел работать с Толем. Колчак, который тоже был довольно-таки строгим офицером, попытался уговорить противников помилиться, но у него ничего не вышло. И тогда он пошел к Толю и попросил его списать на берег вместе с Коломейцевым. К утру следующего дня доктор Вальтер и астроном Зейберг смогли помирить двух руководителей экспедиции, но мир был хрупким. Во время этой стоянки Заря еще приняла на борт 60 ездовых собак и двух новых членов экипажа взамен списанных матросов. И 18 июля наконец-то корабль отправился дальше, в Арктические воды. Чтобы было понятнее, я сейчас опишу, какие там моря есть, потому что все их всегда путают. И я, собственно, тоже. Моря вдоль северного побережья России следуют с запада на восток вот так. Сначала Баренцево море, потом Карское, потом Лаптевых, а потом в самом конце Восточно-Сибирское, и уже там будет Берингов пролив, дальше Америка. Значит, между первыми двумя морями, Баренцевым и Карским, расположен архипелаг Новая Земля. И там есть пролив Югорский Шар. И там, в этом проливе, Заря должна была встретиться со Шхуной, которая привезла бы еще дополнительные запасы угля. Заря прибыла туда, Шхуну они ждут-пождут, а ее нет. Позже оказалось, что ее повредили льды, она не смогла прийти в срок. Но Толь очень торопился. Он хотел за летнюю навигацию, пока вода еще свободна от льдов, пока тепло, пройти полностью полуостров Таймыр. И самое главное, самую северную точку полуострова Таймыр и вообще всей России, которая называется мыс Челюскин. Это, очевидно, самое сложное место для прохождения. И вот если бы за лето они бы успели его пройти, то тогда зазимовали бы они уже в море Лаптевых. И там уже до Новосибирских островов и до легендарной земли Санникова рукой подать. И поэтому времени нету, часики тикают, Шхуну вот эту решили не ждать. Отправились дальше, как есть. Однако на следующий день прямо после прохождения пролива Заря начала встречать льдины. Поморы на Кольском полуострове предупреждали, что в этом году лето особенно холодное, кромка льда гораздо южнее, чем обычно. То есть наши путешественники рискуют не пройти Таймыр и мыс Челюскин. Толя, однако, приказывала идти вперед. У острова Диксон путешественники решили остановиться на три дня, чтобы почистить котлы и поохотиться. Там никакого поселка, конечно, еще не было. И вот, чтобы понимать, где они находятся, от острова Диксона, если плыть южнее, то можно войти в реку Енисей и по Енисею можно было доплыть до Дудинки. И вот Дудинка, кстати, уже существовала тогда. Она вообще довольно давно существовала. К этому моменту уже лет 200, как минимум. Сейчас Дудинка это крупнейший северный порт, через который выводится вся продукция Норильского промышленного района. Вот что писал зоолог Бируля в письме к Валентину Бианке, своему другу и зоологу. Валентин Бианке это отец будущего писателя Виталия Бианке. Итак, вот письмо. Первая наша высадка была в Диксоновской гавани против Енисейской губы. Здесь мы пробыли около недели, так как нужно было чистить машину. В это время у нас была генеральная охота на белых медведей, которые собрались сюда на летний сезон в таком количестве, как наша знать в Ниццу. Мы видели 15 медведей и из них застрелили 10 штук. Доктор взял рекорд, убил 3 медведей, я же одного, но самого крупного самца. Охотились также на оленей и 3 из них добыли, что очень кстати в дополнение к нашим консервам. Да, если вы думаете, что они просто так стреляли в животных, то это не так. Конечно, им нужно было запасаться провизией на всякий случай. Еще вы, наверное, поинтересуетесь, как же он отправил это письмо, они же находятся как бы посередине Северного Ледовитого океана, а никак. Он хотел его отправить чуть позже, написал впрок, как все и делали. Итак, 5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова. Толь, как вы понимаете, очень хотел обойти мыс Челюскиным в этом году, однако, по мере того, как заря продвигалась все севернее и севернее, льдов становилось все больше и больше. Капитан Коломейцев вел корабль как можно ближе к береговой кромке, заплывал в шхеры, но у этой местности не было даже подробных карт, не то что карт морских глубин, и заря регулярно садилась на мель, и однажды села так крепко, что снялась только чудом. И все это время, конечно, все ученые вели наблюдение, Колчак, например, ежедневно брал пробы воды и другими делами занимался. Однажды заря вошла в залив Миддендорфа, это крупный такой залив, и Толь перепутал его со сквозным таймырским проливом. И команда, получается, попалась в ловушку, выхода из залива не было, и дули злые западные ветра, которые, как бы, закрывали вход в залив. 19 дней путешественники провели в заливе, они надеялись, что ветер затихнет, но ситуация не улучшалась. И казалось, что придется уже тут зазимовать. Во время этой вынужденной остановки, в один из вечеров вахтенный увидел огонек. И команда решила, что она решила, как вы думаете, она подумала, что это к ним идет ледокол Ермак, что идея адмирала Макарова увенчалась успехом, что он на своем ледоколе прошел сквозь льды, дошел до Северного полюса и спустился, как бы, с противоположной стороны земного шара. И вот он уже идет к ним на спасение. Но, конечно, это было не так. Астроном Зейберг разочаровал всех, сказав, что это Венера зашла. В общем, они сидят в этом заливе. Ситуация ужасно удручает Толя. У него, как вы понимаете, сжется в каком-то месте. Он хочет очень пройти этот мыс Челюскина, чтобы в следующем году как можно больше времени осталось на поиск земли Санникова. В общем, начальник экспедиции приказал использовать уголь, чтобы выбраться из ловушки. А как вы помните, угля-то и так было не очень-то много. И путешественники вырвались все-таки на свободу, но при этом сожгли треть от своего запаса оставшегося. И трат это оказалось абсолютно напрасной, потому что еще через 100 километров заря уткнулся в кромку льдов и необходимо было зимовать. 22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина Арчера около Эрхипелаба Норденшельда в Таймырской губе, где и простояло почти целый год. Потому что в следующем году льды растаяли только 12 августа. Начало зимовки отметили пирушкой, в кают-компании пили шампанское и коньяк, команде выдали пиво. Ну и понятное дело, во время зимовки ученые совсем не скучали. На берегу была организована метеорологическая лаборатория, соединенная с кораблем телефонным проводом. Ого, интересно, да? Температуру снаружи эта лаборатория была около 30 градусов, а в лаборатории поддерживался режим примерно от минус 2 до плюс 3. В кают-компании на корабле обычная температура была плюс 8 градусов. Как они обогревались? Дровами. Откуда там дрова? Это был плавник. Море прибивало к берегу большое количество дров. Его там было достаточно. Колчак контролировал приливы, занимался гидрохимическими исследованиями, топорографическими работами. Еще он занимался промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения, изучал состояние и развитие морских льдов. А еще лейтенант Колчак, который отличался как бы искренней религиозностью, он выступал тогда в роли священника. То есть он проводил богослужения и читал для всех молитвы. Не для всех зимовка проходила спокойно. В самом начале 6 октября один из казаков по фамилии Расторгуев сообщил начальнику экспедиции Толю, что он хочет уволиться. Ну, или если уволиться невозможно, то, по крайней мере, уйти в отпуск. Как это вообще возможно? Как он себе это представлял? На сотни километров вокруг вообще нет никакого человеческого жилья, только льды, оленей и медведей. Ну, короче, затасковал, видимо, мужик. Непонятно, что он хотел добиться. Но, в общем, путешественники все это время делали помимо исследований на местности рядом с кораблем, еще они делали длительные исследовательские вылазки. В октябре Толь с Колчаком и двумя матросами отправились в поход для топографической съемки таймырской губы. И, причем, кажется, Толь пошел в этот поход только, чтобы не оставаться на корабле вместе с лейтенантом Коломейцевым, потому что уже, похоже, не мог переносить капитана. У них, понимаете же, закрытое сообщество посреди ледяной пустыни, очень мало людей, суровые условия. Конечно, проблемы в коллективе обостряются до предела. Во время вот этого похода, этой вылазки, был открыт остров, и его назвали именем Колчака. И в советское время, как вы догадываетесь, его переименовали. И, кстати, его назвали именем Расторгуева, то есть того самого казака, который просился в отпуск. Но он тоже как бы известный полярник. Сейчас, кстати, первоначальное название вернули. И, слава богу, считаю я. Вернувшись из этого похода, Толь решил все-таки избавиться от капитана Коломейцева. Как он это сделает, интересно. Вот так. 28 ноября в своем дневнике он пишет. Опять вопрос об угле. Ну, он же сжег весь уголь, да? Остается единственный выход. Уполномочить лейтенанта Коломейцева организовать угольные базы. Его личные качества, деловитость, трудолюбие и точность при выполнении порученных работ, а также оперативность будут способствовать успеху организации двух угольных станций, а именно в гавани Тикси и на острове Котельном. Сопровождать Коломейцева мог бы Расторгуев, которого все еще не покидает мысль об отпуске. И по мысли Толля Коломейцев должен был на собаках пешком сквозь метели и снега дойти до жилья, то есть до дудинки, поехать по материку и устроить угольные базы в море Лаптевых, куда летом на следующий год должна была приплыть Заря. И офицер, будучи военным, он не смел нарушить приказ начальника. И в первый раз Коломейцев в Сарасаргуевом отправились в путь 21 января посреди полярной зимы. Ну да, там еще темно, как вы понимаете, все время. Путникам предстояло проделать путь в 550 километров до Дудинки. Карты, как вы понимаете, были несовершенны тогда, были очень приблизительны, и поэтому они не смогли найти устья реки Таймыры. А еще они забыли примусную уголку, из-за чего лишились горячей пищи, и поэтому через 18 дней они вернулись назад. Толь ужасно разозлился, но не показал виду, он все-таки интеллигент. Однако, он отправил Коломейцева повторно по тому же маршруту, и эта уже отправка была ну, ничем не объяснима. Он же понимал, что карты не верны, что реки там нет. Он фактически отправлял просто на гибель своих подчиненных. 20 февраля они опять двинулись в путь и опять вернулись, чтобы не погибнуть. Реку, ну реально, найти было невозможно. Тогда Толь приказал им отправиться в третий раз, но Коломейцев взял дело в свои руки и изменил маршрут к неудовольствию Толя, кстати говоря, и в третий раз отправился в путь по другому маршруту. Пройдя 770 километров за 40 суток, он и Расторгуев достигли Дудинки. И вместе с Коломейцевым наконец были отправлены и все письма членов экспедиции. В общем, атмосфера начинает улучшаться. Начальник остался только один. Капитаном стал Матисон. В июле лед наконец начал таять, но выход из залива все еще был заперт. И Толь отправил экспедицию на Каяке на поиски устья реки Таймыра, которую, типа, Коломейцев не мог зимой найти. Где же она находится? Неудивительно, что он не смог ее найти, потому что настоящая устья находилась в 100 километрах от того места, которое было обозначено на старых картах. В общем, 17 августа только на следующий год Заря, наконец, вышла из ледяного плена и отправилась в путь. 19 августа просли мыс Челюскин. На берегу Колчак сделал топографические измерения и соорудил большую башню из камней. Все сделали групповую фотографию. Кстати, все фотографии вы сможете в соцсетях Заката Империи найти. И еще, кстати, эту башню потом в 18-м году разобрал Амутсон. Не очень понятно зачем. Из ревности, что ли. И в 1972 году советские полярники назад ее восстановили. После того, кстати говоря, как Коломейцев покинул корабль на судне, как вы понимаете, осталось только два офицера. Нужно нести вахту на Капитанском мостике. Раньше они несли ее втроем, то есть по 8 часов каждый. А теперь нужно было нести вдвоем. То есть вахты были 12-часовые. И это довольно тяжело. И вот что об этом пишет Колчак. У нас на военных судах обыкновенно стоят на 5 вахт в сутки. То есть 5 офицеров стоят и разбиваются сутки на 5 частей. При 4 вахтах уже жалуются на тяжесть вахтенной службы. Но, простояв 2 арктических плавания на 2 вахты, я считаю, что при 3 офицерах стоять вахты можно, так как через день представляется возможность спать и отдыхать целых 8 часов подряд. Кто там жаловался на свою работу? Человек рад, что ему 8 часов спать удается. Хотя, да, я знаю многих людей, которые тоже радуются, когда им 8 часов удается поспать. Ладно, окей, прошли они мыс Челюскин, Заря вышла в неизведанные воды. Вообще, Заря была третьим кораблем в истории, которой прошла мыс. Но предыдущие экспедиции продолжали идти на юг, вдоль берега. А Толь хотел найти землю Санникова и нужно было сразу плыть в открытое море. Они отправились на северо-восток. Толь пообещал премию первому, кто ее увидит. Как вы помните, Толь видел в этих местах на севере столовые горы. Но однако, когда Заря приплыла примерно в эти места, ничего обнаружить не удалось. Путешественники забирались все северней, северной и, наконец, уперлись в кромку льдов. Земли не было. Идти дальше было нельзя. Толь был разочарован. Приказала развернуться и идти к острову Беннета, чтобы зазимовать там во второй раз и на следующее лето пройти таки к цели. Таким образом, свадьба Колчака и Амировой откладывалась на год. Что такое остров Беннета? Это вообще малюсенький-малюсенький островок. И он входит в архипелаг островов Де Лонга. И они находятся на севере, между морем Лаптевых и восточно-сибирским морем, то есть на самом-самом востоке России. Южнее этих островов Де Лонга находятся Новосибирские острова, а еще южнее уже начинается материк. Там в северный ледовитый океан впадает река Лена. Короче, это очень-очень далеко на севере. Этот остров Беннета, однако, в том году был окружен льдами. Подобраться к нему на корабле не удалось. Тогда Заря пошла южнее к Новосибирским как раз вот этим островам. 5 сентября корабль встал на якорь около самого северного из этих островов, который называется Котельный. И там на берегу их встретили 11 человек во главе с геологом Волосовичем. Что это были за люди? Это как раз лейтенант Коломейцев подготовил угольные базы и прислал людей с провизией к нашим путешественникам. И, кстати говоря, этот геолог Волосович был политическим ссыльным. И многие из его команды тоже были политическими ссыльными. Собственно, в Сибири было бы сложно найти других людей, которые были бы готовы взяться за такую работу как бы на профессиональном уровне. И тут выяснилось вот что. Угля не будет. Толь требовал от Коломейцев организовать два угольных склада. Один в устье Елены, то есть на материке, а второй на острове Котельном, где как раз встретили они вспомогательную экспедицию. Однако на финансирование двух складов у Академии не нашлось средств. И поэтому был создан лишь один угольный склад на материке. Почему на материке, а не на Котельном? Потому что Толь требовал, чтобы первый склад был организован в устье Елены. Коломейцев так и сделал. Это, как вы понимаете, очередная ошибка начальника экспедиции. Угля на заре оставалось очень мало. На острова Волосович вставил только провизию. В общем, началась вторая зимовка, которая протекала примерно так же, как и первое. Научные наблюдения, походы для топографических съемок, исследования. Но только атмосфера в команде была получше, потому что начальник остался только один. Однако начальник все же хотел в следующем. В 1902 году непременно добраться до вожделенной земли Санникова. И в мае он решил отправиться в путь. Но в мае вообще-то лед еще окончательно не сошел. И Толь вместе с астрономом Зейбергом и еще с двумя людьми направился на остров Беннета по льдам пешком. Остров Беннета это вот тот самый северный островок, до которого не удалось добраться прошлым летом, как бы самая северная известная точка Земли. И там на этом островке он собирался провести топографическую разведку как бы заранее, чтобы обнаружить землю Санникова. И сначала он хотел еще с собой взять Колчака, но в последний момент отказался, потому что тогда на Крайлю бы остался только один морской офицер. Этого было делать нельзя. С собой они взяли провизии на два месяца только. И за первый месяц они добрались до самой северной точки острова Котельного. Потом они четыре дня плыли на льдине на север, а после еще почти месяц плыли на байдарке, которую взяли с собой. 21 июля они достигли острова Беннетта и провизия у них была на исходе. И там на острове Беннетта мы пока что оставим начальника экспедиции Толля и вернемся к остальным участникам на корабль Заря. 1 июля с помощью взрывчатки Заря освободила себя ото льдов и путешественники отправились на север на остров Беннетта к своему начальнику. Однако навигация была ужасной. Льдов мыло много. Приходилось непрерывно бороться с ними. Только к 17 августа путешественники смогли приблизиться к острову, но подойти к нему опять не могли. Льды, так же как в прошлом году, этого не позволяли. И Матиссон и Колчак пытались провести корабль к острову разными путями. Но к 23 августа стал заканчиваться уголь. Угля то не было, помните? Сначала они не дождались шхуны, потом потратили треть запасов, чтобы выбраться из ловушки, а потом лейтенант Коломейцев организовал только один угольный склад и не в том месте, куда пришла заря. И все это по вине Толля. Короче, на корабле уголь почти заканчивается. И чтобы не погибнуть самим, нужно было отправляться назад, на материк. Рисковать зимовкой в открытом море среди льдов точно нельзя. 25 августа искалеченная льдами заря едва доползла до устья Лены и встала там на стоянку в бухте Тикси. И это оказалась последняя стоянка зари. Корабль был так искалечен, что без ремонта двигаться не мог. Ремонтировать его там было некому, да и невозможно было это сделать. Всегда грустно смотреть на брошенные корабли, которые больше никогда не отправятся в плавание. Есть фотографии с останками зари, они были видны еще до 1933 года, когда там стали возводить поселок Тикси. Деревянный корпус судна, кстати, к тому времени намертво прирос уже к грунту и на его основе построили нефтяной причал, и этот причал, что интересно, используется до сих пор. К концу августа сюда пришел пароход Лена из Якутска. Об этом предварительно специально договорились. На этот пароход перегрузили коллекции, оборудование и путешественники отправились домой. А Толь со своими товарищами, как вы понимаете, остался на острове. И что там с ними происходит, никому неизвестно. В начале 1902 года Колчак и Матисон добрались до Санкт-Петербурга, отчитались перед своей академией, но, как вы понимаете, нужно было спасать Толя. Ученые из Петербурга предлагали и пойти морем, но Матисон убедил их, что это невозможно. Заря не выдержит плавание. Ее нужно ремонтировать, а ремонтировать ее невозможно. И вообще, конечно, путешествие за Толем имело смысл, потому что Толь, конечно, мог быть жив, потому что, несмотря на то, что провизии они взяли мало, у них было достаточно пороха и пуль, они могли запастись провизией, настрелять опять медведей и оленей и вполне себе перезимовать, как и в прошлый раз. Значит, на корабле плыть туда нельзя. И Колчак предложил единственное возможное решение. Нужно отправиться на остров Беннета так же, как и сам Толь, то есть на собаках, санях и на байдарках. И все, конечно, сказали, что это безумие. Тогда Колчак сказал, что он готов лично возглавить эту экспедицию. Прости, Софья Амирова, поженимся в другой раз. Да, помните Софью, невесту Колчака? Она его ждала, но жених опять отправляется в Арктику, и теперь уже, чтобы спасти своего начальника. 5 мая 1903 года, на следующий год, Колчак выступил с материка в направлении Новосибирских островов. И он отлично подготовился. С ним было 17 человек, 12 нарт с продуктами, с одеждой, с боеприпасами, и даже шлюпку везли на нартах большую. Снег и лед становились рыхлыми, они таяли, собаки тянули с трудом, и люди впрягались наравне с собаками. Наконец, дошли до самой северной точки и стали ждать, когда разойдутся льды. 18 июля Колчак с шестью спутниками погрузился на шлюпку и отправился морем на остров Беннета. Они прибыли на остров Беннета, но людей там не оказалось. Однако, люди Колчака обнаружили там бутылку с записками Толи и с планом острова. И благодаря этой записке нашли хижину, сделанную из плавника, в которой, по идее, путешественники должны были зимовать. И выяснилось, что в прошлом году все теплое, ну, то есть, как теплое, относительно теплое, да, время года Толь с его группой провели за исследованиями и за наблюдениями и вообще не занимались охотой. Они не запаслись едой на зиму. Но они, конечно, рассчитывали, что Заря придет в конце лета с припасами, но вообще-то нужно было рассчитать и другой вариант, что Заря не сможет подойти. Ведь в предыдущий год, помните, когда они были все вместе, они подойти к острову не смогли. Нужно было, конечно, обезопасить себя и запастись продуктами. Но Толь пошел ва-банк. Он просто маниакально, видимо, хотел найти эту землю Санникова. Ну, может быть, если бы он и не был таким маньяком, то вся бы экспедиция не состоялась. Тут сложно судить. Но, в общем, очевидно, что обнаружить землю Санникова было для него важнее, чем перезимовать. И он лишил этой возможности и себя, и своих товарищей. В хижине Колчак обнаружил записку от Толля. Она звучала так. Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы. Толь. 26 октября 1902 года. То есть, понимаете, это уже начинается полярная зима. У них нет запасов на зиму. Они точно там погибнут на этом острове. Поэтому единственная возможность спастись это отправиться на юг. Нужно было искать следы экспедиции на островах Новосибирских и, возможно, на материке, куда они могли бы добраться. Ну, Колчак с его партией обследовали до конца остров. И на юго-востоке этого острова Александр Колчак назвал мыс именем своей невесты Софьи Амировой. И он так называется до сих пор, кстати говоря. В общем, надо было возвращаться искать следы Толи на материке, но, к сожалению, никаких следов найдено не было. И Толь с товарищами сгинул во время этого перехода. Только 1 декабря Колчак и его спутники достигли человеческого жилья, то есть поселка Казачий на притоке Лены. Там путешественникам сказали, что их дожидается какая-то женщина. И это была невеста Александра Колчака Софья Амирова. 5 марта следующего года они обвенчались в Иркутске. Это был подкаст Закат Империи и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова